Добрый день, уважаемые зрители, товарищи кролиководы и подписчики. Очень актуальная тема. У нас похолодало, так что актуально для всех животноводов-любителей изготавливаем буржуйку. Ну, вариант будет один из самых простых и самых эффективных, так как папа потратил тоже немало времени в ютубе, чтобы выбрать из всей массы тысяч вариантов более-менее адекватную конструкцию. Вот это самый дешевый вариант, потому что баллоны есть везде и меньше всего работы. Тут все почти готово. Это будет наша топка из большого пропанового баллона. Здесь у нас нюанс какой. Рассказывай. Надо резать аккуратненько. Да, чтобы не порезать вот эту вот, то есть брать выше шва где-то на сантиметр. Чтобы осталось целое вот это вот колечко. Потому что по шву есть усиление шва. Да, вот этим кольцом. И у нас... Давай. А нам надо сделать, чтобы тут не было дыма. То есть мы вот это колечко приподнимаем вверх сюда и прихватываем снутри. Тогда, когда мы крючку закрываем, у нас вот тут нема щелей. Вот. Это один из важных нюансов в процессе изготовления. Да, и вот эта вот штука. Если есть большой баллон, то, конечно, лучше с большого. Но у меня большого не было, поэтому сделали с маленьким. То есть баллон режется пополам. Сюда вставляется такая перегородка до этих пор. Вот. И дым получается уже не вылетает напрямую огонь. А идет завихрением вот таким. То есть нагревается дополнительно вот такой еще теплосъемник. Так можно его назвать. Короче, элемент дымохода для дополнительного теплосъема. Да, он будет сюда увариваться. Ну, это можно потом. Дальше мы уже все покажем. Пару кадров пока еще у нас светло. Вот так у нас это все происходит. Баллон разрезается, вставляется пластина и потом уваривается. Здесь еще не уварено, а здесь уже вот готово. Так. День следующий, утро. Заготовка крышки. Изготавливаем сейчас воздушную заслонку. Сейчас. Изготавливаем воздушную заслонку. Тут у нас схема низ простых. Ну, кто на что гораст. Да, вот такая вот. Ну и дальше буду открываться. Покажем. Так, вот наша топка. Здесь мы сделали что? Здесь сделали прорези. Здесь будут ставиться перегородки. Вначале для того, чтобы дым у нас при распалке не выходил наружу. Перегородка будет сантиметров на пять. В готовом виде будет понятно. А здесь перегородка у нас для чего? Объясняю. Тут перегородка, чтобы сразу не вылетало тепло в трубу. Вот. Будет ставиться, она сверглится там дырки. Вот. И тогда огонь будет идти вот так. Более. Пламя будет идти более плавно. По всей бочке. Более плавно будет идти пламя у нас не сразу в трубу, а распределяться языки. Распределитель пламени назовем его. Вот такая у нас получилась воздушная заслонка. То есть вот так раз. Раз. Все плотненько, красиво. Пружинка. Вырезали с листа круглую задвижку, заслонку. Тут пружинка, чтобы все было плотненько. Крутилка. Да. И вот так раз. И все у нас отлично работает. Тут у нас что? Тут у нас получается на выходе вот такая вот перегородка с отверстиями. Должна работать отлично. Вот так видно ее оттуда, в дырочке. Да, да, да. И здесь еще одно для того, чтобы дым на холодную не выходил. Уже есть. И следующее вот там. В общем, ребята, день третий. Все проблемы у нас решаются по мере их поступления. Поэтому вот такая повода работает и не решает. Но теперь уже есть куда поспешить. Вот такая конструкция у нас получилась. В общем, топка у нас из-за большого баллона. Преимущества какие? Преимущества в том, что наша ручка. Преимущество в том, что достаточно-таки большое загрузочное отверстие. И длина тромб может у нас быть 60-70 сантиметров. Без проблем туда заходить. Самое большое время не было вчера потеряно. Ну как, потрачено на изготовление вот этой крышки. Но оно там усвоило. У нас отлично. Стретушка. Плюс внутри у нас защитный экран. Для того, чтобы воздух не шел прямо. Ну и для воздуха. Для того, чтобы у нас сюда не вылетали искры. И в некий жар. Пожарная безопасность. Затрочка капитальная. Навес. В общем, все работает четко. Уже это же испытывали. Да, по баллону видно. Вот верхний теплообменник. Сделан вот так. И смысл в чем? Вчера мы испытывали, но без вот этого элемента. Сейчас расскажу для чего. Испытания прошли успешно. Но потерянул вот здесь баллон. Баллон потерянул вот здесь внизу. Сверху уже как бы краска осталась. Тут уже температуры. Такой не было. Но смысл в том, что видно уже, где самый главный теплосъем у нас. Но для того, чтобы увеличить КПД. Вот здесь у нас проделано отверстие. Ну, размером с палец. Не знаю, там сантиметр квадратный может. Труба варена какая есть. Для того, чтобы просто опустить забор воздуха. Смысл в том, что сюда будет у нас подаваться еще воздух. И здесь дополнительно. И будет дожигаться то, что у нас не догорело. То есть, я думаю, при следующем испытании этот баллон будет черный полностью. Вот такая вот штука. Ну и по перегородкам. Здесь у нас, где крышка. Вот одна перегородочка стоит. Ну, это для того, чтобы при распалке она просто сюда не отременела. Вот здесь варена еще одна перегородка. Каким образом я показывал. Разрезался баллон, вставлялась сюда перегородка. Да, там сантиметров шесть на поле. Для того, чтобы распределить пламя. И для того, что, я думаю, еще конструкция позволяет. Если затрамбовать, можно перекрыть дымоход дровами. А так, благодаря вот этой перегородке мы уже ее не затрамбуем. В ней еще плюс отверстие. То есть, тяга у нас будет постоянно. Защита от дурака, можно сказать. Так, ну вот что у нас получилось. Пару часов спустя. Котел уже готов. Сейчас мы его будем устанавливать. Что мы тут доделали. В общем, сделали тепловой экран по кругу всего котла. Вот так обшили его листовым металлом. Получается, будет принцип конвектора. Будет лучшая циркуляция воздуха. То есть, быстрее будет, по идее, нагреваться помещение. Но я думаю, самое главное преимущество вот этого, вот этой обшивки в том, что это будет как защита. Уже ничего не загорится, у нас ничего на него не упадет. Потому что, потому что это курятник, мешки, солома, все что угодно может быть. Уже сделали по максимуму безопасно. Вот, в принципе, конструкция готова. Дальше уже видно, что его будет в работе. Вот наш угол сделан. Здесь у нас пойдет наш дымоход. Сделали фланец. По возможности, как это все стыковать. Так, надо сорвать его. Все у нас очень пух. Вот так. Вот у нас труба. Для трубов. Дымоход. Если вам нужно сделать фланец, если есть по размеру больше труба, то она есть. Если нет, можно эту трубу отрезать кусок. Разрезать ее вдоль. И насадить сверху. У вас будет идеальный стык. И идеальный, в общем, разборный стык. Потому что этот дымоход, с пудройка, его все равно надо будет время от времени чистить. Все, дальше будем смотреть уже в работе. Так, ну вот, уважаемые зрители, пришло время показать, что же у нас получилось в итоге. Вот наш сарай. Все серьезно. Так. Тут мы уже надумели. Тут больше дым. Еще от сварки только закончили. Варить зажгли буквально минут пять. Так, температура у нас сейчас в помещении. Температура у нас сейчас в помещении где-то градусов восемь. Вот. Вот наш котел. Уже работает. Буквально только зажгли. Сейчас посмотрим, за сколько у нас он нагреет. Труба была вся во льду. На улице лежала. Вот парит. Высыхает уже. Вот такая конструкция. Ну, с виду, может, немножечко страшненько. Облицовку можно было как-то сделать по-другому. Но мы решили, что сильно хорошо, и он тогда хуже работать будет. А вот так это увеличивает КПД по-любому. Так. В общем, что? Вот имеем топку, баллон. Здесь он еще можно держать рукой. Для чего сделан вот этот второй баллон? Так бы у нас все уже вылетало в выхлопную. А так у нас здесь температура. Ну, здесь руку... А! Руку уже не удержишь. И тепло идет. Ну, чувствительно. Только разожгли. Так что сейчас она у нас поработает полчасика. Посмотрим, какая температура будет. Какая у нас эффективность. Оно открывает. Нагрузили мы туда всякого мусора. Сейчас у нас там вот такой процесс только разгорается. Вот. Ну, я думаю, брова вот в таком формате можно будет туда заряжать. Вот эта доска у нас где-то 30 на 60. В общем, в заключительном видео мы ее туда загрузим и посмотрим эффективность. А замазываю трубу. Вот так вот у нас выглядит снаружи. Это, конечно, еще не все. Надо добавлять трубу. Ну, смысл в том, что работает отлично. А если еще метра полтора-два трубы добавить, то это вообще будет самолет. Ну, вот, уважаемые зрители, можно подвести итог нашей деятельности. Я уже тут пять минут в куфайке не выстоял. Пришлось раздеваться. Камера запотела. В общем, все мы сделали. Все у нас работает. Единственное, что не хватает сейчас еще дополнительно вверх метра два трубы дымохода. Ну, хотя сейчас и так ничего не дымит. Все работает прекрасно, исключительно. Пойдем сюда. Так. Вот, хочу наглядно продемонстрировать, на что способна наша печь. Снимаем мы не через полчаса, а через часа через три. Вот. Вот как отлично. Доска я замерял 26 на 65. Вот так. Все, влазит у нас отлично. Сейчас, подналик возьмем. И значит, что. Была у нас температура изначально 8 градусов. Сейчас у нас уже в этой половине где-то под 20, там уже за 20, где-то 22. В общем, печь работает исключительно. Так, вот вкратце хочу показать наше здание, наше хозяйство. В общем, сараюшка у нас 7 на 4. То есть, где-то под 30 квадратных метров. 20, 80, если быть точным. Окошечко для проветривания. Здесь емкости для воды. Так. Вот здесь у нас вентиляция. Она открыта. Все нормально. Сейчас выветруется. Потому что влажность была сумасшедшая. Здесь по потолку прям капли воды висели. Сейчас у нас вот уже потолок сохнет. Отлично. Это буквально по истечению нескольких часов. Вот. Собственно, ради чего это все делается. Вот у нас наши курочки. Они любят тепло. Потому что, когда холодно, они не растут. Но это не все. Главный смысл у нас вот находится. Малышня. Пока еще температура на улице была более-менее благоприятная. Еще ничего. А сейчас уже им становилось холодно. Грелись они вот лампами. Но это все ерунда. Влажность была. Для курочек так не пойдется. А, собственно, печка у нас появилась. Вот она. Все выгорело. Сразу не снимал. Потому что печь выиграла где-то полчаса. Сейчас она вся черная. Тут все было в дыму. Все проветрили. Температура стабилизировалась. Можно делать какие-то итоги. Вот. Малышню мы уже сюда пересаживаем. Уже на полу они вполне смогут у нас обитать. Так. Где наш градусник? Вот сейчас покажем температуру нашу. 25 или 26. 26. Буквально через пару часов работы. Так что вот так. Вот так мы потрудились. Конечно, потратили на это 3 дня. Ну, смысл в этом есть. Спасибо, что смотрели. Подписываемся на канал. Все, что касается темы животноводства. Будем показывать, рассказывать. Может, вам будет с этого польза. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok. Спасибо.